Ролик озвучен командой Белый Лис. Ссылка на нас в описании. Данный видеоролик несет сугубо информативно-туристический характер. Любая другая трактовка неверна. Команда Мистер Гик Роджерс желает вам приятного просмотра. Всем Кавабанка, вы на канале Мистер Гик Роджерс. Что же мы сегодня вам покажем? О, да, это Нью-Йорк. Место проживания черепашек-ниндзя и родина сурового американского рэпа. Обратите внимание, если вас интересует информация, как живется русскому в США, как туда поехать или даже переехать, то это видео не для вас. На эту тему у нас есть 4 отдельных видео, где мы взяли интервью у парня из Беларуси, который переехал жить в Филадельфию, и интервью у интересной девушки Ханны, которая наоборот долгое время жила в России и поделилась своими впечатлениями. Все эти видео есть в описании. За микрофоном Ангенка не будем размазывать вступление и, пожалуй, начнем. Всем Гик Роджерс, поехали! Ох уж этот новый Амстердам. То есть, я хотела сказать Нью-Йорк. Многие ошибочно полагают, что город изначально принадлежал английским колонистам, но на самом деле голландским. А с островом Манхэттен вообще смешная история. Его выкупили у индейцев всего за 25 долларов. К слову, тогда это были довольно солидные деньги. Вот многие сейчас скажут, как я жил без этой информации. А я скажу, живи теперь с ней. Информацию получил, можно и лайк поставить. Будьте так любезны. Нью-Йорк не такой уж и опасный город, как его рисуют в фильмах. Например, оператор получил всего лишь две пули в живот, когда его ограбили. Попрошу заметить, а мог бы получить все три. Шутки шутками, ну а если серьезно, это очень безопасный город. Здесь очень дружелюбная полиция, которая охотно подскажет дорогу иностранцу. Первым делом, представляя этот город, вы сразу же вспомните желтые машины такси. А их здесь более 20 тысяч. Хоть все американцы предпочитают собственный автомобиль, но такси Нью-Йорка – это чуть ли не символ города, пользующийся бешеным спросом. Однако легкую поездку по городу нужно еще заслужить. Пробки здесь жуткие. Немного информации для автомобилистов. Хоть в США разрешено поворачивать направо на красный свет, в Нью-Йорке же такое строго запрещено. Возможно, кто-то из вас помнит фильм «Брат 2», который снимался в Нью-Йоркском районе Брайтон-Бич. Очень популярное место, особенно среди русскоговорящих туристов. Наверное, это единственное место в городе, где туристу и вовсе не обязательно знать английский язык. Поправьте нас, если это неправда. Итак, мы постепенно дошли до настоящего туристического символа – Empire State. Здание настолько большое, что пришлось выделить отдельный почтовый индекс. Отдельно хочется рассказать про единственный район города, находящийся на материке – это Бронкс. Каждая из частей не похожа на другие. К примеру, в Восточном Бронксе живут преимущественно люди с хорошим достатком. В этой части много высотных домов и нет трущоб. Западный Бронкс знаменит своими парками и более развитой промышленностью. В южной части города живут преимущественно бедные представители населения, конечно же, по завышенным меркам США. Помимо Бронкса стоит посетить также Бруклин, Куинс, Денежный Манхэттен и Статет Айланд. Информация для любителей селфи у мостов. В Нью-Йорке их более 70 штук. Нафоткайтесь от души. Один из самых старых мостов Нью-Йорка – соединяющий Бруклин и Манхэттен. Для постройки моста понадобилось большое количество стальных изделий. Поэтому неподалеку был открыт крупнейший завод того времени по производству стальных тросов и других изделий из металла. Раз уж мы заговорили про мосты, стоит упомянуть мост Верацана. Во всем мире мост Верацана занимает место лишь во втором десятке по протяженности. Но в Нью-Йорке это самый длинный подвесной мост. Он был назван в честь итальянского моряка Джованни до Верацана, который первым вошел в бухту Нью-Йорка. Проектирование моста началось еще в начале 20 века, но в то время не хватило финансирования доступных технологий. В 1964 году проект наконец-то был завершен, и город получил один из красивейших мостов в мире. Про мост Манхэттена уже было рассказано сотки историй и занимательных фактов. Его показывали в кино, сериалах, поэтому не будем здесь останавливаться. Не будем разглагольствовать. В народе бытует мнение, что Америка – эталон лучших дорог. Однако это миф. Да, в том же Лос-Анджелесе они на высоком уровне, но город ангелов не вся Америка. В городе ежедневно катаются миллионы машин. Пробки, плохое покрытие дорог в отдельных частях города – это то, о чем вам не расскажут в турагентствах. Если вы смотрели американские фильмы, то вам наверняка знакома статуя свободы. Это подарок американскому народу от Франции в знак дружбы между странами в годы Американской революции. Сам монумент был изготовлен во Франции, а затем по частям перевезен в США. Это такая французская свобода в Америке. Но юмор юмором, а кушать иногда хочется. Уже слышу, как с утройной силой булькает ваша язва. Ведь Нью-Йорк – это город, где вы можете попробовать еду со всего мира. Мы активно ищем людей с интересными жизненными историями и опытом. Неважно, где вы живете, вы всегда можете рассказать о себе и о своей интересной профессии. Все наши контенты также в описании под видео. Особенно рекомендуем вступить в нашу группу ВК, где частенько проводятся интересные конкурсы. Напишите в комментариях – США или Россия? Где бы вы хотели жить? Санта-Клаус или же Дед Мороз? А на этом все. Не прощаемся.